здравствуйте подписчики и случайные зрители канала amazonian dream сегодня хочу поговорить о том как я получаю рыбку адаптирую к новым условиям и приучаю корму а также как по качеству рыбки определить стоит ли работать с поставщиком или нет начну друзья с небольшой предыстории и о том на какие грабли в свое время вставал я дело в том что в отличие от простого любителя или коллекционера я получаю рыбку достаточно часто и в основном в очень мелком размере как правило это и есть основной проблемой так как большинство рыбки приезжающие к нам из-за рубежа редко проходят полный карантин мало того перекупщики как правило не особо заморачиваются с рациональным и частым кормлением вследствие чего это выливается множественными проблемами для конечного покупателя покупая себе рыбку а сегодня я буду говорить именно о семействе цихлит новый владелец переживает кучу разных позитивных эмоций радости и не всегда делает ряд необходимых для адаптации процедур в свое время я не раз делал множество ошибок от чего получал эпидемии заболеваний с подальшими танцами с бубном и даже смертность поэтому в этом видео хочу поделиться своими знаниями как избежать проблем с новой рыбой давайте же все по порядку не важно где вы купили рыбку в зоомагазине или на птичьем рынке ну или же в интернете к примеру первым делом что стоит сделать это правильно адаптировать нового любимца к своей воде сама вода в разных регионах нашей страны сильно отличается как параметрами жесткости так и уровнем ph да и что тут говорить после перенесенной транспортировки как правило рыбки в стрессе испражняются в пакете и травятся собственными экскрементами так вот для того чтобы процесс адаптации прошел для наших рыбок как можно мягче не стоит их сразу пересаживать к себе в аквариум а сделать постепенный перевод на другую воду как это делаю я вы можете посмотреть других моих видео ссылочки на которые я оставлю внизу под этим роликом обязательным условием для новой рыбки является отдельная хочу еще раз акцентировать отдельная емкость для карантина ни в коем случае не подсаживайте свежекупленную рыбку свой основной аквариум так как есть высокий процент того что вместе с ней к вам аквариум попадет много разных бактерий инфекций я уже молчу о паразитах вследствие чего вы убьете всех обитателей своего аквариума чтобы вам не рассказывал продавец не доверяйте никому по крайней мере я так делаю и на сегодняшний день не удается избежать вспышек заболеваний и массового мора отдельная емкость должна быть оборудована хорошей фильтрацией обогревателем и мощной аэрации это обязательно так как свою новую рыбку мы будем карантинить при повышенной температуре примеру если взять ту же цифру то первую неделю адаптации я бы советовал продержать эту рыбку при температуре в 30 градусов при таких условиях все привезенные с ней болячки дадут о себе знать в первые два-три дня и вы сможете вовремя принять необходимые меры при более низких температурах тоже манка проявляет себя через неделю а то и дольше и вроде как бы здоровая рыбка вы помещаете ее в свой видовой аквариум и через неделю получаете вспышку заболевания поэтому настоятельно рекомендую придерживаться вышеизложенных шагов не пытайтесь накормить новых рыбок сразу после поселения в аквариум сделайте слабое освещение и дайте рыбкам пару часов привыкнуть к новым условиям и только потом попробуйте их покормить небольшими порцией если рыбки не взяли первую порцию корма прекращайте кормежку и вы ждите сутки после чего повторите процедуру не стоит возле карантина аквариума делать резких движений стучать или делать яркое освещение не подвергайте нового любимца лишнему стрессу поверьте они и так на терпелись пока попали к вам в аквариум так что наберитесь терпения и больше наблюдайте за новыми рыбками наблюдение за новыми жильцами обязательно как минимум два-три раза в сутки нужно внимательно осматривать рыбок для того чтобы убедиться в отсутствии разного рода заболеваний и паразитов внизу под этим видео я положу ссылки на несколько роликов с описаниями самых распространенных болезней так что уверен даже в случае заболевания вы сможете быстро определить его источник и принять необходимые меры следует ежедневно подменивать 5-10 процентов воды в карантиннике на свежую а если вы обнаружили какое-то заболевание проконсультироваться со специалистом незамедлительно начать лечение как же должна себя вести новая рыбка в идеале через час-два после пересадки в карантинный аквариум новые рыбки должны покушать и как правило после этого у них поднимается настроение и тут мы подходим к основной теме нашего видео а что делать если рыбка вялая и отказывается кушать основная причина этому плохая вода и излишний стресс уже после пересадки рыбы в свой аквариум вы можете увидеть как она себя ведет если она лежит на дне заваливается на бок или стоит под верхом аквариума малоподвижно пугается это все следствие ее плохого содержания предыдущим владельцем или плохая подготовка для транспортировки так что если через три дня рыбка не станет активной не начнет кушать советую связаться с продавцом и уточнить каких условиях содержалась рыба и чем он ее кормил второй причиной может быть плохая вода у вас в аквариуме для того чтобы хорошо откарантинить рыбу я готовлюсь до ее получения заранее беру фильтр или губку из рабочего аквариума наливая в карантинник абсолютно свежую воду и даю отстояться и течение пары тройки дней тем самым вы создаете для новой рыбки идеальные условия с минимальным количеством мамиачных соединений а они тут играют очень существенную роль ну и последнее чем старше купленная вами рыбка тем тщательнее ее нужно подготавливать к транспортировке этот фактор опять же лежит на продавца рыбы лично я готовлю рыбок к отправке не менее трех дней отсаживаю в отдельный аквариум и не кормлю 3-5 дней постепенно повышая температуру таким образом рыбки избавляются от экскрементов и получают дороге минимальное отравление аммиачными соединениями плюс ко всему заранее подготовленная к транспортировке рыба испытывает дороге минимальный стресс и как правило уже на второй день активно питается и ведет себя как ни в чем не бывало со всеми своими клиентами первую неделю после продажи я поддерживаю постоянную связь и даю необходимые рекомендации в данном ролике вы видите рыбку которую я получал во вторник 28 августа а сам видеоматериал для этого ролика я снимал в среду то есть на второй день после посадки в карантинный аквариум как видно рыбка активная и хорошо питается из чего можно сделать вывод о порядочности продавца и высоком качестве продаваемой им рыбы многие меня спрашивают где покупая своих рыбок друзья на самом деле у меня много поставщиков но не у всех рыба качественная то есть даже у одного и того же поставщика качество рыбы может отличаться в зависимости от того где и когда он ее приобрет поэтому перед покупкой рыбы стоит поддерживать диалог со своим поставщиком это вам позволит избежать неприятных нюансов в дальнейшем советовать кого-либо я вам не хочу да и не буду по крайней мере сейчас всю рыбку которую видите в моих видео вы можете заказать непосредственно у меня мало того даже заказать что-то эксклюзивное с возможным подростом до определенного размера так что пишите мне фейсбук или телеграм постараюсь найти ответы на все ваши вопросы что ж друзья уверен это видео вам будет очень полезно если останутся вопросы задавайте в комментарии или любой удобной для вас соц сети все ссылки вы найдете в описании канала желаю здоровья вам и вашим питомцам добра и удачи не забывайте ставить лайки и подписываться на обновление канала с вами был андрей зубкевич и мои аквариумные обитатели до новых встреч